Недавно мы с вами разговаривали по генплану новому, и там вот как раз эта тема, она в комментариях под этим видео, очень остро была воспринята нашими подписчиками, и говорят о том, что вот, ну, дорогу надо делать, иначе ездить не выжить невозможно. А вот вы говорите историю. Сейчас расскажу. Вы смотрите, есть финанский городской суд. Есть такая судья, Зырянова, которая три года рассматривает дело пайщиков, которых в совхозе никогда не было, их просто не существует. Все эти так называемые пайщики, а теперь туда присоединилась еще и Рота Агро, они на самом деле просто тянут время. Почему? Потому что по большому счету мы уже в суде доказали, что никаких пайщиков у нас не было. Пожалуйста, у нас есть документы о том, что все, кто подал эти заявления, они на самом деле акционеры совхоза. А как известно, пайщиков и акционеров одновременно быть не может. Вот. Вся земля находится в основном капитале, и это дело выеденного лица не стоит, тем более, что Верховный суд уже неоднократно по этому делу высказывался. И в 2006 году, и раньше. Вот. И Виновский городской суд тоже высказывался по этому поводу. Поэтому это только для того, чтобы арестовать земельные участки. К чему привел арест земельных участков? Потому что, например, Москва изымает у нас землю, на последнем заседании попросила, ходатайствовала о снятии ареста с земельного участка, там небольшого, и судья Зырянова ей отказала. То есть фактически она остановила, ну, попыталась остановить строительство Липецкой развязки. Я нашим оппонентам или там тем, кто с ними общается, говорю, слушайте, а вы понимаете, что это такое? Что сейчас все изъятия земель у совхоза Ленина для строительства Каширского шоссе, Володарского шоссе, развязок различных, все заблокированы кем? Ротой Агра. Ну, или теми, кто застраивает пригород лесной. То есть фактически они, продавая квартиры, одновременно блокируют выдачу земель для строительства дорог, и после этого обвиняют совхоза Ленина в том, что он вроде какой-то недоговорно способен. Ну, мало того, что понятно, что там они абсолютно бездарные специалисты, которые не могут правильно проект планировки разработать, потом утверждают, потом отменяют, потом опять что-то делают. Мы об этом уже несколько раз говорили. Вопрос же в другом. Когда все-таки мы согласуем все документы, мы упремся в том, что все земли совхоза арестованы рейдерами, в которых вот этот рота, которая застраивает пригород лесное, и опять круг замкнутся. Причем, ну, есть такое правило, что если три года рассматривается дело, то оно в любом случае уже нанесло убытки тому, ну, чьего арестовало. Сейчас мы вынуждены быть после 6 марта подать в суд о том, что действия и этих вот так называемых пайщиков, которые на самом деле акционеры, и действия рота Агры вредят самому обществу. Но это нужно брать с них убытки, потому что мы три года не можем передать, например, земли под квартирными домами и платим налоги. Каждый год больше трех миллионов. То есть уже 9 миллионов мы просто выкинули денег на ветер. Причем, потому что нам не дают Росреестр перерегистрировать земельные участки под многоэтажными домами, а налоги платить приходится. Тут еще много факторов, которые заблокировали работу акционерного общества. Ну, опять же, где найти деньги? Ну, да, у нас изымают землю, но если не изъяли землю, значит и деньги не пришли. Сейчас вот мы стоим перед вопросом. Первый земельный участок мы там спорили с областным правительством по цене. Ну, все, решение принято. Мы доказали, что они занизили цену. Решение суда в нашу пользу. Получить деньги по решению суда мы тоже, скорее всего, не сможем. Ну, или они упираются, потому что говорят, слушайте, а у вас земля арестована. Подождите. Губернатор поддерживает трейдеров, мы это точно знаем. Губернатор впрямую, ну, учитывая то, что там один из интересантов, бывший председатель, ну, или член Совета Федерации от Московской области, теперь депутат Госдумы от Единой России. Вот эта Единая Россия, ну, она вот такая в комплексе. Скажите, почему этот вопрос до сих пор не решен и не принято решение в любую пользу? Потому что любое решение снимет арест. Мы прекрасно понимаем, что никаких пайщиков у нас нет. Если судья, как это говорит, отморозится вообще и примет решение, что у нас были пайщики, значит, акционерное общество не существует. Потому что в акционерном обществе земля в основном капиталь. Ну, это, конечно, не будет никогда. А вопрос же в другом. Зачем тянуть? Ну, примите хоть какое-то решение. И с тем, и с другим решением мы выйдем куда-то хоть. Но фактически вся работа парализована, в том числе и расширение дорог. И тут уже дело даже не, я думаю, не в совхозе Ленина, а в том, что вот это «едим Россию» — это как раз стало такой визитной карточкой. Нам главное — получить личную выгоду. Судья, вместо справедливого решения, чтобы им были довольны там где-то наверху, или тот, кто им мотивирует его каким-то образом. Последнее заседание было очень интересным. Судья, понимая о том, что никакую экспертизу назначать не надо, там все видно, назначает экспертизу и откладывает еще на два месяца решение по вопросу, который сразу, можно сказать, либо срок исковой давности прошел, либо вот показали, что они акционеры, они не могут быть пайщиками, потому что у нее в руках реестр. Все эти фамилии, которые называют себя пайщиками, все в реестре акционеров. Значит, они внесли все, у них никогда не было долей, но коллективно-соместная собственность была, в общем, собранием внесена в уставной капитал. И суды все подтвердили. У нее есть решение Верховного суда, то есть два раза даже судить не нужно. А они продолжают это все делать. Мы, я думаю, вот, как это, такой хоккей нам не нужен, кто-то говорил. Такая судебная система, особенно которая у нас в Видновском городском суде, вот мы сегодня, сколько вот, все время говорим о том, что, слушайте, любое решение неправомерно, несправедливо, и с точки зрения здравого смысла, и с точки зрения закона, а еще и коррупционно. Потому что мы обсуждали с вами генеральный план, да? Ну, как земли колхоза Владимир Ильича могут разлететься по всему району. На земли совхоза Ленина, на земли колхоза Горько, на Видное вообще, где Видное, город Видное, и где эти паи. И мы видим, что там кругом интересантами являются единороссы. Прям фамилии можно называть и говорить, вот видите, вот этот вот. Вот его, как будто оформленный земельный участок за счет пая колхоза Владимир Ильича. Он даже не знает, где земли колхоза Владимир Ильича, он вообще никогда, он вообще никакого отношения. Был бы хоть сыном, внуком или каким-то родственником какого-то колхозника. Никогда он не был там. А оформляет себе земельные участки путем судов. А судьи потом становятся знаете кем? Муниципальными служащими. Вот они напринимали решения, а потом раз их взяли в администрацию района в качестве юристов. Отлично. То есть прям неприкрытая коррупция. Но все на это закрывают глаза. И именно правоохранительные органы, которые обязаны рассмотреть. Мы таких заявлений понаписали. Вот, кстати, по поводу действий. Геннадий Зуганов написал приспалом Генеральную прокуратуру о захвате Дворца культуры. Приехал целый помощник прокурора. Стали проверять. Не увидели, что не было никогда контракта, что нет никаких оснований для того, чтобы там сидела эта группа охранников. Она там ест, пьет, спит, что-то делает. Говорит, работников совхоза не пускает. Даже для обследования мы там собираемся капитальный ремонт проводить. Ну и что? Звоню сегодня зампрокурора. Говорю, слушайте, ну и как? Они говорят, мы вам не можем сказать о результатах проверки. Вы не заявитель. Я говорю, ну хорошо, ну а какие-то меры-то вы будете предпринять? Мы же вам кучу документов передали, где нарушено законодательство Российской Федерации. Подождите, мы разбираемся. Вот они годами разбираются с нарушителями закона, с бандитами буквально. Но зато быстро оформляют незаконные якобы гуляния по Москве и по другим городам. Такая правовая система нам не нужна, это точно. Продолжение следует...